В этом видео мы посмотрим, как можно загрузить любой шрифт в приложение PixArt. Для этого нам понадобится, конечно же, сам шрифт, скачанный из интернета. Потребуется нам приложение FileWay Manager и, естественно, само приложение PixArt, в котором мы уже будем использовать этот шрифт. Скачивать шрифты мы будем, конечно же, в интернете. И первый сайт, который я вам рекомендую, называется Fonts.google.com. Чем он хорош, этот сайт? Тем, что все шрифты здесь бесплатные. Их можно использовать и в коммерческих, и в некоммерческих целях, совершенно легально и не нарушая ничьи авторские права. Чтобы найти нам подходящий шрифт, мы можем воспользоваться здесь фильтрами. Первый фильтр – это язык. Например, нам нужен кириллический шрифт. И нам выбрались все кириллические шрифты. Вот здесь можно их просматривать и выбирать. Если вы знаете название какого-то конкретного шрифта, можно ввести его в поиск. Я, например, знаю интересный такой шрифт, называется Marmelade. Вот такой интересный шрифт, симпатичный. Чтобы его скачать, нажимаем на эту картиночку. Здесь выбираем «Select this style» и внизу кнопочка «Download all». И шрифт скачался в наш телефон. Конечно же, можно искать шрифты через поиск Google на других сайтах. Например, я ввела в поиски «Кириллические шрифты бесплатно». И здесь огромное количество сайтов, которые предлагают нам скачать бесплатно шрифты. Но при таком скачивании необходимо помнить, что некоторые шрифты, несмотря на то, что мы их скачиваем бесплатно, они являются платными и они защищены авторским правом. Вот, например, есть такой очень популярный сайт «Fonds Online». Здесь очень много красивых разных шрифтов. Сам сайт нас предупреждает, что все шрифты распространяются свободно, либо полностью бесплатно. Но надо заметить, что часто создатели шрифтов ограничивают способ их применения под свободной лицензией. Вот это необходимо иметь в виду. И внимательно смотреть, в каких случаях возможно использовать эти шрифты, а когда нет. На этом сайте можно выбирать… Вот здесь есть рубрикатор, очень интересные шрифты. Вот винтажные шрифты, например. Сразу видим, как они выглядят. Например, нам понравился какой-то шрифт. Мы на него заходим. Вот здесь есть описание лицензии. Если лицензия позволяет его использовать, можно скачивать этот шрифт. Чтобы скачать, нужно нажать «Я не робот». И после этого нажать на кнопочку «Скачать». И файл появится в папке, где у вас на телефоне хранятся скачанные файлы. Дальше нам для работы потребуется приложение «Файловый менеджер». Возможно, у вас на телефоне уже есть такое приложение. Тогда вам его скачивать не нужно. У меня же не было. И я скачала его из Google Play. Это приложение похоже на проводник, который у нас есть на компьютере. Оно нам удобно показывает расположение всех файлов на нашем телефоне. Я скачала вот такое приложение, которое называется «Файловый менеджер». И его издатель «Файл менеджер плюс». Я его скачала и, в принципе, полностью довольна. Сейчас я его открою. И здесь у нас есть загрузки. Наш шрифт находится в папке «Загрузки». Он называется «Мармелад». Вот он пока что заархивирован. Чтобы его разархивировать, я его нажимаю и удерживаю. Здесь есть кнопочка «Еще» и «Извлечение». «Извлечь в мармелад». Вот так я сделаю. У меня появилась теперь новая папочка «Мармелад». И шрифт, который нам нужно установить. Вот он «Мармелад Regular TTF». Я его выделяю. И мне его надо переместить. Вот есть кнопочка «Переместить». И дальше я иду. Вот снова «Файловый менеджер». Я иду в папку «Основные». И здесь нахожу папку «Пиксарт». Дело в том, что напрямую в «Пиксарт» у нас не получится. Нужно именно воспользоваться файловым менеджером. Вот я нашла вкладочку «Пиксарт». И здесь есть вкладка «Фонтс». То, что в переводе означает «Шрифты». Здесь я вставляю на шрифт «Мармелад». Вот он появился. И дальше нам нужно открыть приложение «Пиксарт». И попробовать что-то написать новым шрифтом. Нажимаем плюсик. Создать новую. Возьмем какую-то картиночку. Любую. Сейчас мы ее обрежем. И теперь заходим в текст. Набираем какой-нибудь текст. И расширим его немножко. И теперь, чтобы воспользоваться именно тем шрифтом, который мы скачали, нажимаем вот эту оранжевую кнопочку вверх. И выбираем здесь «Мои шрифты». Вот наш «Мармелад». И, как видите, вот наш шрифт, который мы скачали. Вот таким образом можно устанавливать свои шрифты в приложении «Пиксарт». Что ж, друзья, спасибо за просмотр. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Смотрите мои другие видео на канале. Подписывайтесь.